И снова здравствуйте, это Укрлая ФТВ, мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер, медицинский центр «Призма» и спонсор канала торговая марка «Гетман». А у нас в студии Сергей Датюк, которого мы очень рады видеть. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, вот я хотела с вами обсудить сегодня некоторые мысли, которые обсуждались очень активно в докладе, который был подготовлен к заседанию Валдайского клуба. Я понимаю, что Валдайский клуб происходит в России, и, конечно, Россия нам, мягко говоря, не друг, это мягко говоря. Если выпустить и вынести за скобки идеологические, может быть, частично пропагандистские вещи из этого доклада, то есть несколько важных моментов, которые мне представляются, могли бы обсуждаться сегодня и были бы интересны для обсуждения и украинским философам в том числе. Вот я обратила... Почему философам? И софистам, и не только, и просто людям мыслящим. Нет, ну смотрите, Валдайский форум – это не философский форум. Не философский? Это во-первых. Во-вторых, в России есть Валдайский форум, то есть место, где независимо, а ни от какой ситуации, собираются люди, и они думают о чем-то. Пусть там, как вы говорите, много пропаганды, пусть там, как вы говорите, много идеологии, но при этом такие отдельные мозаично присутствующие мысли там бывают. В отличие от Украины, где места, где думают, нет вообще. У нас нет такого форума. У нас есть сегментарное присутствие. Вот был Львовский беспековый форум. Вот он был. Вот он как-то думал там что-то про безопасность. Вот пытались создать крымскую платформу, но кроме пропаганды, она не стала местом мышления. То есть, как бы, там не думали ни о чем. Там пытались чисто политически собрать те силы, которые что-то могут сказать про Крым, но политическая цель была у Украины создать пространство политического влияния, а не единомышленников или тем более разномышленников. В этом смысле мы можем утверждать, что пока в Украине место, где независимо ничего собираются политики, бизнесмены, философы, эксперты. Такого места нет. И в этом смысле мы не думающие общества. Отличие от России, которая в Алдайском форуме думает. Мы можем очень сильно критиковать. Мы можем говорить, что это враждебная мысль. Мы можем говорить, что это идеологически плохая мысль. Мы можем, да, 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 я признаю все отрицательные определения. Но такое место есть. А у нас такого места нет. Вот это вот первое, что хотелось бы сказать, коль скоро мы будем говорить о Алдайском форуме. Вот я для себя выписала одну очень, как мне представляется, интересную тему, которая, может быть, и вам интересна. Вот это короткие выжимки из такого большого доклада. Итак, речь идет о цифровизации и обществе. О том, как цифровизация влияет на общество. Казалось бы, такая, ну, очень прогрессивная, я не знаю, прогрессивная сфера жизни, технологический прорыв такой, когда цифровизация входит практически в каждый дом. Но вот здесь вот есть несколько моментов, вот я их все с вам прочту, и тогда уже вы будете их раскладывать из большой корзинки, да. Цифровизация – это повышение эффективности микровласти, контроля за отдельными индивидами. Это ведь вот всего мира касается, да. И развивая эту мысль, они пишут о том, что, тут можно вспомнить Фуко, когда переход, невозможно человеку потеряться от взгляда государства или крупных корпораций. Переход от общества темницы, где хоть как-то можно было где-то в уголочке там затесаться и спрятаться, к обществу тюрьме, вот, повторюсь, Фуко, они ссылаются на это, так или нет, вы поправите, да. Дальше вот есть очень интересная мысль, что вот эта цифровизация раньше касалась, и вообще государство следило, и корпорации только за очень такими знаковыми, богатыми людьми. Сейчас происходят другие процессы, когда цифровизация проникает в самые бедные слои населения, то есть происходит тотальный контроль. Из всех вот этих размышлений о цифровизации делается вот такой вот неожиданный, а может быть, ожидаемый вывод. «Надзор становится всеобъемлющим в демократиях и в автократиях». Это интересная мысль. «Свобода ограничена в любом политическом режиме». Это вот как вызов, наверное, звучит. Можно об этом подумать, Сергей. Слишком большие пласты мыслимости здесь поднимаются, чтобы можно было так кратко это даже проинтерпретировать, не говоря о том, что вообще попытаться развернуть эту тему. Давайте так, несколькими мазками широко обозначим направление продумывания, промысливания, а потом как бы попытаемся уже как-то проинтерпретировать. Но прежде всего в работе «Надзирать и наказывать» Фуко показывает дисциплинарное общество как форму некого мягкого принуждения через нормы. Принуждение через нормы означает, что всякая культура является принуждением. Когда впервые об этом слушают учителя, а тем более молодые люди, они негодуют. Про что вы такое говорите? Культурный человек – это человек без принуждения, это человек свободы. И когда их начинаешь тыкать носом, скажите, вот когда вас приучали к горшку, вашего мнения спрашивали? Нет. А когда вас шнурки учили завязывать, у вас в семье голосование устраивали? Нет. А когда ложкой заставляли есть, сильно проводили опрос среди детей вашего возраста? Нет, не проводили. То есть вас к некоторым нормам приучали принудительно. Заметьте, принуждение, насилие мы должны здесь различать, поскольку насилие – это когда вы проявляете противодействие. А принудительно – это когда вам нечто предъявляет без всякой возможности вашей реакции или манипулируя вами в том смысле, чтобы сделать невозможным какое бы то ни было противодействие с вашей стороны. То есть включая это в игровые моменты, в моменты отвлечения внимания и так далее, и так далее. В этом смысле принуждение не всегда – насилие. Но может сопровождаться насилием без всякого предупреждения и без всяких морально-этических проблем в этом плане. Коль скоро мы говорим про дисциплинарное общество, и то, что дисциплинарное общество есть общество, которым свобода неизбывно дозирована, то есть записанное общество – это не общество, где свобода отсутствует, где отсутствует свобода нарушать нормы. Но между норм, пытаясь обходить их неявным, не публичным, не демонстративным образом, вы вполне можете проявлять свою свободу. То есть дисциплинарное общество не противостоит свободе. Она все еще возможна. Другое дело, что когда вы попытаетесь сказать, а вот свобода в ненормированных областях, она как? Ну, горы говорят, вот вы что-то говорите от себя, вот вы заняты творчеством, изобретением, открытием. Это же области пока еще не нормированы. Что там можно? Что в этих областях можно? Там свобода? Оказывается, что и не там все не так. Поскольку огромные институты интерпретации, экспертные, в том числе и философские, они интерпретируют и в состоянии уже просчитывать ближайшие и отдаленные последствия всяких инноваций, открытий, изобретений. И налагать на это ограничения. С социальной точки зрения, Facebook, который начался буквально с начала 2000-х, но вот как бы укрепился в 2005-м, стал массовым в 2010-м, стал заметным влиянием уже после 2015-го года, уже мог оказывать влияние на политику и так далее. Это же все произошло с точки зрения исторического времени очень быстро. И оказалось, что эта неуправляемая государственная сеть не может существовать без цензуры, то есть без надзора. это и есть проникновение дисциплинарного общества в цифровые пространства, в частности, социальные сети. И в этом смысле, коль скоро мы говорим про общество, потому что социальная сеть это особым образом устроено сетевое общество, возникает вопрос, является ли то сетевое общество свободным или оно является таким же образом дисциплинарным, как и, в общем-то, не социальные сети, то есть обычное, привычное для нас публичное общество. и мы оказываемся в ситуации влияния социальных сетей на общество, коль скоро так, то социальные сети оказываются элементом, инфраструктурой или же ультраструктурой. Тут безразлично, что именно вы рассматриваете с точки зрения положения возможностей продвижения различных товаров, услуг, мыслей, идей, пропаганды. Это все может рассматриваться как инфраструктура. С другой стороны, циркулирование различных идей, мыслей, аргументов и разных интеллектуальных продуктов, это может рассматриваться как ультраструктура, но безразлично, поскольку и то, и то сильно углублено, собственно, в публичное актуальное общество. Мы получаем ситуацию, в которой мы не просто должны сделать выбор, а мы должны осознать, можем ли, ну как бы, ответ на вопрос, можем ли мы вообще оторваться от общества, производя любые инновации в этом обществе. Возникает вопрос, как в дисциплинарном обществе вообще возможно любая гуманитарная инновация. Я не говорю ни о научном открытии, ни о изобретении каком-либо, а гуманитарной инновации. Оказывается, что гуманитарная инновация находится совершенно в другом пространстве, нежели находятся любые другие инновации. Гуманитарная инновация изначально делается мышлением, которое либо включено в социальность, либо не включено. Не включенное в социальность мышление, мышление безответственное, преступное, незаконное и, что более всего важное, даже нелегитимное. Потому что оно даже, несмотря на то, что может быть разным образом чисто по закону ограничено, оно еще и не воспринимается массами. Оно не воспринимается, собственно, массами как таковыми. И вот здесь самый важный вопрос. Мы столкнулись с необходимостью гуманитарных изобретений, инноваций, открытий, но произвести их не можем так, как предъявить их негде, обсуждать их негде. А даже если мы пытаемся это делать, приходят люди, собственно, с загаженными рекламой, пропагандой, ограничениями научными, философскими и тому подобного плана, и вообще не способны об этом говорить. Открыто, свободно. Мы получаем ситуацию, когда проблемы нарастают, а решения их невозможны ни в одном из существующих социальных пространств. получаем ситуацию сугубости. Когда все хорошее, действительно хорошее, не замечается, а все плохое усугубляется. Пример. Россия, как враждебное нам государство, подчеркиваю, ни общество, ни страна, ни люди, государство, совершило неплохую инновацию. Она в космос отправила снимать фильм. Сергей Преследин заметил, что... Ну, как бы... Даже Наташа Лукомникова, потому что это были ее слова, ведущая, которая снимает видео с Сергеем Преследином, что если бы это сделал Илон Маск, об этом трубили бы все мировые СМИ. Но, коль скоро это сделало Россия, это не просто было замолчано в мире, это было раскритиковано в самой России. То есть, смотрите, что мы имеем. Мы имеем действительно инновационные действия, действительно шаг в будущее, но который нигде не может быть оценен позитивно. Ни на Западе, ни в Украине, находящейся со стороны, как минимум, каких-то видов войн, там, информационной, пропагандистской, потому что горячей войны, я так понимаю, мы избегаем. Не в самой России. И вот это проблема. Почему существует эта проблема? То есть, вот в этом интервью у Сергея Борисовича говорится, что такая проблема есть. А почему она существует? А потому что реноме России, как гуманитарного инноватора, отрицательное. Грубо говоря, даже когда Россия нечто хорошее делает в гуманитарной сфере, это не может быть позитивно воспринято и обсуждено, коль скоро вытесняется представлением от массы гуманитарных преступлений, которые делает Россия. Понимаете? И мы имеем огромную тенденцию гуманитарного парадокса. То есть, некоторая личность или некоторая группа могут производить какие угодно прекрасные открытия, инновации и изобретения, но если гуманитарный план или гуманитарный контекст, в котором они это делают, отрицательный, направлен против человечества, против человеческой цивилизации, то это скорее будет впитано с забвением автора. Гитлер ведь был очень хорошим политиком. Он действительно вывел Германию на передовые рубежи 30-х годов. Действительно! И любой экономист, который будет анализировать эти последствия, вам это подтвердит. Германия – лидер, научный лидер 30-х-40-х годов. Доктор Менгеле взял блестящие исследования и множество находок, изобретений и открытий, которыми пользуется вся медицинская наука. И при этом реноме, что Гитлера, что Менгеле, отрицательное. За ними не оставлено право быть переводкрывателями, хорошими и успешными политиками, политическими лидерами. Понимаете? То есть, развернув вот этот план, мы приходим к выводу, что движение вперед недисциплинарно. оно связано с безопорностью, безответственностью, незаконностью, преступностью в положительном гуманитарном контексте. то есть, когда это делает либо человек, либо группа, либо общество, имеющее позитивный гуманитарный контекст, как обеспечить позитивный гуманитарный контекст? других рецептов нет, только мышление. Только мышление. Удерживая разное, показывая разные применимости, показывая разные бытийности, разные экзистенции и транзистенции каждого изобретения, открытия, инновации. Удерживая, споря, критикуя, принимая критику, тогда мы даем шанс. В противном случае будет осуществляться то, что мы видим сегодня. Дисциплинарное общество, цифровой фашизм, ну и для молодежи это все будет выглядеть как трудовые лагеря. Если по отношению первых двух все более-менее понятно, то когда я трудовые лагеря говорю, обычно люди не слышат или слышат за этим то концлагеря, то фильтрационные лагеря, то еще какой-нибудь лабуду. Ну ассоциативный ряд приблизительно. Ну да, выстраивают ассоциативный ряд. Уже все меньше с пионерским лагерем ассоциации. Трудовые лагеря, когда я говорю трудовые лагеря, я вот что имею в виду. Нынешняя молодежь по преимуществу не тем, что они такие уникальные, а тем, что ситуация позволяет им таковыми быть. То есть, грубо говоря, еще нас удерживали в испытаниях на грани жизни и смерти. Ну, это постоянно снижалось. Лишь кое-где сегодня это сохраняется. В Британии, в Китае, в отчасти в Японии. В Японии уже меньше. Ну, в Британии и Китае да. Только труд в предельном усилии. Только испытания на грани жизни и смерти рождают человека ответственного, готового к общественной деятельности и, в общем-то, готового рисковать и добиваться преобразований и даже социального развития. Без этого мы получаем общество ленивых, которое при малейшей опасности окукливаются, не способны справиться ни с какой проблемной ситуацией и вынуждены в общем-то существовать в виде овощей. Когда мне спрашивают иногда, кто создаст эти трудовые лырии, в смысле, не вы ли будете создавать для молодежи, я всегда отвечаю, что мне все равно. Я вряд ли буду иметь сильное влияние на вас. И мне в голову не придет вас чему-то призывать, чего-то воспитывать. Это ваша жизнь. Вы будете распоряжаться ей, как посчитать нужное. Это вы сами себе создадите трудовые лагеря. Потому что лучшие из вас поймут, что без этого вам конец. Молодые люди создадут сами себе дисциплинарное общество и трудовые лагеря для преодоления всей своей лени. Лени не в смысле отказа трудиться. Лени в смысле отказа входить в ситуации на грани жизни и смерти, входить в ситуации риска. В этом смысле они будут вынуждены создавать и поддерживать дисциплинарное общество, трудовые лагеря для преодоления цифрового фашизма. И их движение будет связано с одним вопросом. Чем заместить тотальный контроль государства? Мы все такие поклонники свободы и думаем, что контроль государства, культурное принуждение это плохо. Предположим, мы с этим с вами согласимся. Это плохо. Что взамен? Толерантность? Дети не будут ходить на горшок. Они не будут кушать ложкой. они будут завязывать шнурки. Нет, это какое-то упрощение вообще ситуации, Сергей. Конечно, я вам показываю, что многие вещи просто будут утеряны. У вас будут стоять ракеты и ржаветь, потому что не останется людей, кто будет владеть технологией производства ракет, вывода их на орбиту, и что это с ними сделать. Хотя все это в библиотеках и даже на цифровых носителях будет. Но это не будет делаться, поскольку здесь у вас риск, а мы же не можем позволить, чтобы молодой человек подвергся риску, да? Здесь у вас вероятность конфликта, а мы же не можем допустить, чтобы в эпоху толерантности где-то были конфликты. И вот целый ряд ограничений будут препятствовать использовать старые технологии. А коль скоро эти технологии будут разрушены по гуманитарным соображениям, не потому, что некоторые лудиты придут и будут это все разбивать молотками. Это будет разрушено по гуманитарным соображениям, как архаичные технологии, порождающие риск, агрессию, споры, ненависть, конфликты и так далее. Нехорошие с точки зрения новой молодежи. Вот мы к чему приходим. Что вместо надзора государства? Что? Вот сейчас мы вернемся к этому вопросу, это очень интересный вопрос и важный. Но я обратила внимание, что вы как-то противопоставили конфликты и толерантность в том смысле, что конфликты более позитивно влияют на формирование характера, нежели толерантность. Вот так у вас это прозвучало. Может быть я неправильно поняла. Смотрите, на формирование характера влияют любые риски и разрывы, в том числе и конфликты. Не только конфликты, но в том числе конфликты. Если вы выстраиваете ситуацию воспитания и обучения, избегая разрывов, конфликтов, рисков, ситуации на грани жизни и смерти, вы получаете абсолютно безвольное существо. Мало того, что безвольное, то хрен бы с ним. Существо, у которого нет смысла жизни и у которого нет перспективы, которое пребывает в непрестанной депрессии и не способно сгенерировать никакой осмысленный поступок. Вот что вы получаете, понимаете? Человек, воспитанный в толерантности, не имеет ни смысла, ни перспективы. Вот что вы получаете. Заметьте, я сейчас говорю не с позиции ай-яй-яй, как все нехорошо. Я еще и еще раз ставлю вопрос, что вместо принуждения государства, что вместо культурного принуждения, что вместо надзора и контроля, что вместо? Что будет заставить вас входить в ситуации на грани между жизнью и смертью? Что? Сами по себе вы, вот как бы, если позволить молодежи избегать этих ситуаций, они окажутся к ним не готовы. Малейшая катастрофа уничтожить их на корню. Это при том, что в их смартфонах будет все записано как можно избежать. Вот у них черным по белым будет написано чтобы избежать катастрофы в ситуации на грани жизни делай раз, делай два, делай три. Ой, опасно. Я так делать не буду, потому что они внутренне не готовы. У них нет психических паттернов, у них нет методик поведения, у них нет группового взаимодействия, они ничему к этому не готовы. А так все есть. Сидя на диване, они очень даже хорошо смогут рассуждать о том, что бы хорошо было бы сделать. Но сделать и вот это называется ленью. Лень это не воздержание от работы. Поскольку, извините мне, просидеть целый день в фейсбук, это еще какая работа? А ну-ка попробуй. Не так просто. Лень это когда вы воздерживаетесь от ситуации, требующих усилия за пределами ваших возможностей. Вот это лень. Вот в этом смысле я считаю молодежь ленью. А тем и потому, что они там не хотят трудиться, ну не хотят там эти, я не знаю, там таксисты или еще там. Во многих архаичных профессиях не связаны с цифровизацией и тому подобные толерантными средствами реализации себя. Ну, можно реализовать себя в другой сфере. Неважно в какой сфере. Они избегают ситуации на грани жизни и смерти. И вот именно это их разъедает изнутри. Именно это убивает их экзистенцию. Ну, вот из того, что вы сейчас сказали, получается, что контроль государства это очень хорошо, тотальный контроль, потому что он к чему-то принуждает и таким образом он создает условия для формирования характера. Я тоже солидарен со всеми, кто критикует государственное принуждение, культурное принуждение, тоталитаризм, авторитаризм. Я со всей этой критикой согласен. Я спрашиваю, что вместо... Ну, вот вы разве формировались под влиянием государства, под его давлением? Да. То есть, именно это заставляло вас? Да. Но мы, ну, я вместе с своими коллегами ответил на этот вопрос. Вместо этого микрогруппа, которое из себя на грани жизни и смерти рождает иное противостояние собственности. Ну, как бы, айкумена, которая сама себя ставит на грань, да, на предел. Мы ответили на этот вопрос? Кто еще может ответить на этот вопрос? Мы его оставим. Того мы, ну, того мы, во-первых, видим, с тем мы со мыслим, с тем мы патичны, да, со патичны, да, но таких групп сегодня очень мало, особенно среди молодежи. Может, мы знаем недостаточно, может, много, может, они смотрят нас, скажут, зажегшую свечу ее не ставят под стол. Это я на тот случай, что вы думаете, что кто-то зажег свечу и поставил ее под стол, и потому нам не видно. Поверьте, если вы зажгли свечу, вы хотите, чтобы все увидели, что ваша свеча горит, а иначе зачем? Живите в темноте, в темнице живите, понимаете? В этом же смысл, что если вы делаете нечто важное, не актуальное, заметьте, а важное, вы хотите, чтобы это видели другие, потому что вы считаете это важным, вы считаете, что для других это важно. В этом смысле, если мы этого не знаем с вами, то этого нет, потому что бессмысленно делать важное и скрываться. Зачем тогда его делать? Все ничего не делали. Поэтому всякий раз, когда мне говорят, а может ты чего не знаешь? Не бывает так. Не бывает так, что происходит нечто важное, что меняет или призвано изменить мир, а мы про него не знаем. Ну и в чем же тогда его изменение мира? Тогда давайте пойдем дальше. Вернемся к этому тезису, что надзор становится при цифровизации, надзор становится всеобъемлющим и в демократиях, и в автократиях, и свобода ограничивается при любом политическом режиме. Если развивать эту мысль, ее можно очень далеко развить, то тогда любой политический режим прекрасен, авторитарный тоже, и это как бы обоснование. Я же подводил вас к мысли, что проблема надзора не в том, что он из одной формы государственного принуждения, надзора, где есть полиция, армия, тюрьма, медицинское утверждение. Фукуш обсуждает все дисциплинарное общество, а медицинское учреждение это такая же тюрьма, как любая другая, ну то есть такое же дисциплинарное общество. Мы должны предъявить нечто другое, и проблема этого чего-то другое, оно должно допускать мышление. Если оно подавляет мышление, то проблема не в том, что оно надзирает, а в том, что подавляет. Надзор без подавления это очень интересная штука. Она регулируется не государством, она регулируется думающим обществом, то есть обществом, не которое думает, а в котором есть место легитимное место мышления. Надзор без подавления мышления это идеал. Но если у вас нет этого надзора без подавления, без подавления мышления, без подавления пусть даже будет свободы, у вас нарастают плохое, а все хорошее не замечается. То, что я называю усугублением или сугубостью. То есть вы идентифицируете слово надзор и слово видеть, то есть пропустить. не надзирать без подавления, то не увидишь. Надзор это контроль и реакция. Вот. Но она может быть с подавлением мышления и свободой, а может быть без. Она может блокировать только явно явные прихлесты, агрессию, рознь, то есть какие вещи как убийство и так далее, и так далее. Вот она может это блокировать, но она должна блокировать свободу во всех ее правилах, должна блокировать мышление. Надзор без подавления. Подавление это в массовом порядке. А надзор и блокирование вы только преступников ловите. Больше ничего. А когда вы преступникам начинаете считать изобретателей и мыслителей, такое общество вырождается. Так устроено. Давайте еще один термин вспоминается в докладе. Вот биовласть. Ссылается на то, что это очень давно термин существовал. Ну как бы и до Фукоя ставили, но Фукою просто ввел в оборот и обосновал. И в чем суть биовласти в том, что мы по преимуществу, кем бы мы себя не считали, как говорил Делес имманентный, имеем телесно-психическую форму, привязанный к ней, прикованный цепями. Кто-то может разрывать эти цепи, как например святые, мыслители, герои, они могут разрывать эти цепи. Кто-то не может, как-то обыватели и все, ну как бы обывателем же может быть кто угодно. Ученые обыватели, политик обыватель, эксперт по преимуществу обыватели, даже большинство философов тоже обыватели. И вот это и есть биовласть. Коль скоро есть нечто, что нас держит, то есть кто-то, кто контролирует то, что нас держит. «А, вы боитесь заболеть и умереть? Отличненько! Сейчас мы под это дело прицепимся и устроим вам такую медицинскую диктатуру, вам жить не захочется». То есть вначале было как бы задача, чтобы вы не умрили, да? Но используя ваш страх перед смертью, вашу жизнь делают такую, что вам не хочется жить. Вопрос, а где пределы? Запугать можно ведь всех, и ученых, и экспертов, и не начнут нести сугубую ахинею. Ну вот же ж она, статистика. Ну вот же ж она, в мире эпидемия, которая не вышла на первое место посмертности. Как это вообще возможно? Ну как это возможно? Так у нас эпидемия или нет? Это же вопрос. Сколько времени уже прошло? Эффективность масок не доказана, и мы продолжаем их носить. Но по большому счету, ни одного исследования, которое подтверждает эту эффективность, произведено не было. Мы их до сих пор носим. Это такой ритуал. Все смирились, но понятно, что те, кто носят, понимают, что это чисто психический ритуал. То есть человек хочет иметь иллюзорную защиту, чтобы как-то представлять, что он обезопасен. В тех тысячных процентах случаев, когда на вас действительно чихнет кто-то, кто заражен. Ну это такая ситуация. Такие ситуации бывают. Но они бывают настолько редко, что носить из-за этого маски, притом, там, где носят маски, и там, где не носят маски, принципиально различия разрешения нет. То есть статистически не подтверждается, а иначе нам бы уже все уши прожужжали. Посмотрите, вот же оно. Вот не носят, вот носят. А вот управление массовостью действительно влияет. Маски нет, а управление массовостью влияет. Принудительная циркуляция воздуха влияет. В этом смысле маски в метро вообще не нужно. Ну какой смысл маски, если ты стоишь там, так продувается все вот этими вот искусственными что никакой вирус даже случайно не влетит. Какой смысл маски в метро? Вот скажите мне. Ну это чистая логика. Понимаете, ну эти же вопросы никто не хочет задавать. Ну в автобусе я понимаю, где закрыты все люки, это я понимаю. Ну вот как бы да, возможно там люди очень близко сидят, это я понимаю. Ну как бы и то. Не доказано, статистически опять же не доказано. И вот мы оказываемся в ситуации, что биовласть это есть использование мифов для того, чтобы вашу привязку к телесно-психическому сделать заложником вашей экзистенции. Вот это и есть биовласть. Биовласть анонимна, как и любая в общем-то по-настоящему действенная власть. кто кто та сволочь покажите которая все это придумала затеяла и заставляет нас. Кто принуждает нас сделать вакцину, кто принуждает носить маску покажите пальцем. Вроде как все и вроде как никто. В обществе в котором нет мышления миф доминирует. И доминирует не какой-нибудь миф а телесно-психической привязки. То есть миф биовласти. Подождите сейчас этот миф доминирует во всем мире по большому счету. я же про это и говорю. Так что же у нас вообще нет обществ которые мыслят тогда исходя из вашей логики. востоке ну вот думающее общество по случайному стечению обстоятельства возникло в очень немногих местах. Британцы попробовали быть думающим обществом. Им не позволили до конца. То есть их начали принуждать население которое подвергалось воздействию пропаганды извне. И в конце концов они пошли на какой-то компромисс. Белоруссия попыталась, Швеция попыталась. То есть были общества которые попытались удержать статус думающего. Но поскольку большинство извне было не думающим их заставили считаться с собой. Заставили. и Британию и Беларусь и Швецию всех заставили считаться с остальным так называемым испуганным мировым сообществом. Вот в этом проблема. Насколько власть этой цифровизации этого цифрового государства которое постоянно расширяется и проникает вот в самые самые глубины общества. насколько это сохранится и после пандемии и много лет через пандемию и возможно ли обратные какие-либо шаги которые позволят вот это privacy то что мы говорим личную какую-то жизнь личную свободу личную территорию сохранять или это время личных всяких территорий уже уходит и приходит Люд вы знаете что плесень если ее не останавливать может покрыть все и съесть нас самих это очень опасная штука но фишка это в том что плесень мы понимаем плохо а вот цифровизация это же круто это же технологический прогресс она возникает лишь тогда когда вы устраиваете застой и нет действия социальные вот вы что-то положили контроля нет операции с ним нет она у вас пресневеет я имею ввиду биологически точно так же и общество биовласть не субъектна это плесень когда у вас исчезает мышление у вас возникает биовласть это не некий субъект это происходит потому что вы покрываетесь плесенью вирус плесень наше действие против вируса это плесень мы не думали мы не пытались мыслить выживание человеческой цивилизации на грани жизни и смерти без отключения мышления мы так не пытались мы его отключили как только отключили и впали вот в этот бездействие возникла плесень биовласть не субъект это плесень это не она пришла и что-то диктует нам это мы отказались шебуршиться да действовать идти в неизведанное преобразовывать вот мы отказались как только отказались появилась плесень вернемся в окончании нашего разговора вернемся к теме свободы о том что свобода так или иначе получается ограничена в любом политическом режиме вы согласны с этим или нет начнем с того что свобода это вообще штука не связанная с режимами по Киркегору свобода это беспокойство о свободе вот если вы беспокоитесь о свободе вы можете осуществлять усилия на достижение свободы если я или вы раб и нас все устраивает и у нас нет никакого беспокойства о свободе то если нас завтра отпустить на волю мы опять вернемся в рабство мы другого не знаем беспокойство штука индивидуальная она происходит от меня она не личностная она даже самостная может ли человек быть свободным в несвободном обществе давайте тогда вообще банальный вопрос вот вам Россия пожалуйста или Беларусь человек не может а самость может человек по определению не может быть свободным потому что он живет среди человеком а самость назовите это как хотите психик которая имеет психический суверенитет душа которая имеет космический суверенитет ну то есть как бы вы как угодно можете это называть в зависимости от того к чему вы больше склоняетесь вы более религиозный или вы более научный как бы вы это не называли но свободы в обществе нету свобода это самостный выбор вы можете с огромными усилиями стать свободным но никакой режим предоставить свободу вам не может потому что любой режим это ограничение свободы любой любое общество делает вас несвободным любой сосед делает вас несвободным встреча с любым человеком делает вас несвободным свобода это не то что в социуме свобода то что внутри вас в том смысле свободный человек свободен везде если он осознает себя не как человек а как существо то есть слышащее зов достигая исполняющая свою самость существо понимаете мы прежде всего существо а потом уже человеческое мы прежде всего существо а уже потом человеческое человеческое это случайная форма бытия существа мы все лишь мыслящие тростники говорил паскаль мы вначале существо потом человеке существо свободно слышать зов оно имеет дело с отзвуками своей души оно напрямую связано с космосом напрямую связано с своими допустимыми в некоторых видениях воплощениями переходами преображениями а личность всегда не свободна и никогда не будет свободна не объявив психический суверенитет никак и никакие политические режимы не отбирают у вас свободу и не предоставляют вам ее это иллюзия свобода это большая иллюзия и как таковая она и рассматривается в философии как иллюзия Сергей Датюк был сегодня у нас в студии за что мы ему очень благодарны Сергей спасибо огромное спасибо большое и конечно мы признатили вам наши спонсоры на платформе Patreon нашему другому партнеру медицинскому центру призма и нашему спонсору торговой марки Гейтман оставайтесь с нами